Здорово! И если вдруг кто-то сомневается, да, даже вот это вот здорово прописано в сценарий, такой уж у меня подход к созданию роликов, видиков. Собственно, текущий видеоматериал преследует несколько целей, и все они в какой-то мере являются результатами вышеназванного подхода. Главное, чего я хочу добиться, выпустить наконец-то хотя бы что-то. Негоже канал оставлять в простое на несколько месяцев. В следующую очередь, мне кажется, стоит объяснить причину того, а как вообще так получилось, что ничего долгое не выходило. Еще я мимолетом затрону тему моего появления в кадре и причин оного, а затем поговорим о, не побоюсь этого слова, контент-плане на будущее, что, конечно, в контексте регулярности моих публикаций даже звучит смешно, но не будем о грустном. Итак, подход. Все дело в том, что во время исследования какой-то темы для ролика и последующего написания сценария я проваливаюсь в детали. И, с одной стороны, это вполне себе здраво-мотивированное действие. Два видео из трех, благодаря которым я набрал текущую аудиторию, это достаточно глубокое погружение в раскрываемую тему. Закономерно, этот процесс требует немалого количества усилий, хотя и выхлоп соответствующий. Например, тот же обзор первой Life is Strange я бы написал за две недели, а игру вообще-то для начала нужно пройти, написанный текст озвучить, смонтировать. Тем не менее, даже с учетом всего этого, работа вышла суммарно на месяц. Единственное, что меня спасало, это возможность при создании сценария во многом опираться на свое восприятие и давать личную оценку рассматриваемым предметам. То есть, аргумент, я художник, я так вижу, работал почти перманентно. Нужно только убрать за скобки вступительную часть с экскурсами в историю Донтнот и Геймергейта, действительно требующих ресерч и интернетов. Как вы понимаете, копаться в себе намного легче, чем экшили что-то исследовать, обозревать финальное произведение, которое ты можешь потрогать от и до легче, чем собирать фактологию, связанную с его существованием вне пузыря твоего личного восприятия. Давайте посмотрим на мой тезис немножко другого угла. У себя в ролике я могу сказать, Гитлер был прав. И, как мне кажется, нет такого аргумента, который бы убедил меня в том, что из-за этого предполагаемый ролик станет хуже. Да, возможно, зрителям это не понравится. Да, возможно, Ютубу это не понравится. Но я не говорил, что хороший ролик это тот, который выполняет задачи по увеличению аудитории, улучшению ее мнения об авторе, привлечению рекламодателей и так далее. Я даже готов сказать, что хороший ролик не обязан по определению высказывать мнение, имеющее связь с действительностью, с моей точки зрения хорошее видео должно быть внутренне логичным и непротиворечивым. И тут не поймите меня превратно. Если мнение автора заключается в том, что в мире много противоречивых и неоднозначных вещей или наоборот, что мир черно-белый, то он, конечно, может его высказать, не нарушая вышеописанного принципа. Главное не противоречить самому себе. Другое дело, что жизненная позиция одного конкретно взятого человека, например, меня, вообще-то даже если бы состояла из очень цельных и складных убеждений, все еще очень вряд ли была бы полностью непротиворечива внутри самой себя, не говоря уже о какой-то там объективности. В этом смысле абстрактный, хороший ролик является чем-то околофантастическим, идеалом, на который стоит равняться. Однако, я все еще не готов с полной уверенностью говорить, что это нечто недостижимое. Ведь фактически, видео не обязано вмещать в себя полностью личность автора. Создавая ролики, я все же помещаю себя в некоторую рамку. Ничто не мешает мне показывать только то, что я посчитаю нужным, и ситуация, когда в кадре оказывается лишь выверенная, вылизанная и безапелляционная позиция, не гарантирует того, что за его рамками мне не пришлось пойти на такое количество компромиссов, что где-то на горизонте уже маячит расщепление личности. Вывод из всего сказанного достаточно простой. К своему личному опыту и мировоззрению при написании сценариев обращаться намного легче, чем к фактам. Почти каждый человек в полной мере имеет доступ к содержимому своей черепной коробки, и для меня процесс преобразования своих мыслей в текст – самая простая и любимая часть цикла контент-мейкинга. В то же время факты, в отличие от той же морали, мой как далеко не всегда выстраиваются в цельное повествование. Факты требуют способности их находить, каталогизировать, сравнивать, проверять. Это процесс дико трудозатратный и я не очень люблю к нему обращаться. Тем не менее, в своих видео я этим занимаюсь. Формат уж такой. Хотя, на мой взгляд, это самая большая преграда между мной и стабильным выходом роликов раз в неделю, а то и чаще. А теперь угадайте с трех раз, почему на канале видео не выходили два месяца. Да, я взялся за тему, куда практически невозможно впихнуть свое личное мнение и моральные оценки. И я, будучи мной, захотел рассмотреть ее более детально, чем был на то рациональный смысл. Вот вам краткая история того, что произошло. Решил я запилить видеоролик про корабли в фильмах. И вот, уже с этого момента стоит начинать крутить пальцем у виска, потому что тема, мягко скажем, обширная. Оставляя за скобками факт того, что это не совсем тот контент, ради которого люди подписывались на канал. План был следующим. Разбить все этапы развития мореплавания на условные исторические эпохи, дать контекст для каждого времени и рассказать о том, как оно представлено в произведениях кинематографа. С учетом того, что я смог идентифицировать 15 эпох, опираясь на существовавшие морские державы, цивилизации и явления, для каждой я решил посмотреть по три фильма. Получалось, что мне нужно было бы не просто прочесть хотя бы по несколько научно-популярных статей для каждой эпохи, но и посмотреть около 45 фильмов. Объем работ довольно удручающий, но самое смешное здесь не это. Сам того не заметив, делая наброски для вступления, я добавил 16 эпоху, первобытное общество, про которое в контексте мореплавания даже маких фильмов, наверное, и нет. Long story short, остановиться я не смог и со временем просто решил сместить фокус видео на именно первые мореплавания людей. То есть от околорецензирования фильмов я перешел на полиантропологию, антропогенез и полиэкологию. Собственно говоря, про это и будет выпущено видео, когда я наконец допишу треклятый сценарий. На данный момент у меня есть текста на около 40 минут хронометража. По моим расчетам финальный материал поместится примерно в час. К сожалению, даже эту довольно узкую тему я полностью раскрыть в одном ролике не смогу. Не потому что формат не позволит или каким-либо иным схожим соображением. Все довольно банально. Я заебался. Я знаю, какие еще поинты и сегменты повествования мне необходимы для оптимальной содержательной целостности видео. И я их планирую добавить. Но не больше. Читать научные статьи на английском сложно. Вокабуляра и явлений, с которыми я и на русском языке не знаком, много. А энтузиазм у меня уже закончился давно. Осталось только чувство невозвратности инвестированного времени. Более того, я отдаю себе отчет в том, что очень вероятно никто этот ролик не увидит. Делаю я его для себя и не самой значительной прослойке аудитории, смотрящей любой контент, что производит со мной как автором. Конечно, хотелось бы понадеяться на благосклонность алгоритмов ютуба, но я на это сильно не рассчитываю. Тем не менее, это не означает, что у меня пропало желание делать видео для ютуба. У вас на канале уже почти пять тысяч, результаты своего правильно приложенного труда я вижу, так что мотивации мне хватает. Следующим после этого выйдет ролик, про который я только что рассказывал. А дальше есть, так сказать, два стула. Life is Strange 2. Очевидно, что самым лучшим моментом для выхода видео, посвященного в этой игре, был пик популярности аналогичного видео эссе про первую часть. К сожалению, полтора часа вдумчивого контента сложно сделать за одну неделю, но я еще больше и молодец, так как прошло вообще-то уже полгода. Однако, смысл в этом все еще есть. Лист 2 — наиболее перспективная тема для рассмотрения из всех возможных. Во-первых, потому что на уделение внимания этой франшизе я заработал точно больше двух тысяч подписчиков. Заинтересованная аудитория имеется. Во-вторых, потому что можно будет опять воткнуть радужный флаг на превьюшку. Согласен, вероятно, тут дело в некой вариации ошибки выжившего и выводы из этого делать не стоит, но все названия и превью популярных видео на моем канале прямо-таки кричат. Смотрите, здесь критикуют запидную СЖВ повистку. И все это несмотря на то, что само содержание этих роликов может быть частично и удовлетворить запрос аудитории, которая хочет послушать про толстых, трансбинарных, гендерно-радикальных феминисток. Моя персональная позиция, выражаемая в этих материалах, несколько более сдержанная, чем можно изначально предположить. В этом плане Life is Strange 2, вышедшая немногим позже начала президентского срока Трампа и явно оппонирующая его нарративом, или если хотите сломенному чучелу, что из них возвели, явно отражает тот дискурс, за который можно очень хорошо зацепиться мне с моим контентом. Тем не менее, мне сложно гарантировать, что из этого получится нечто похожее на видео про первую часть. Все-таки в историю Макс и Хлою я погружался раза четыре, причем в самые разные этапы своей жизни. Она как минимум сформировала мое представление о том, какие игры мне нравятся, и говоря по правде, я изначально планировал комплиментарный разбор. Вторую же часть я проходил только единожды и никаких особо приятных ощущений она у меня не оставила. Наверное, частично из-за того, что играть за каких-то, извините уж, уебков без интересных, желаний особо у меня не было. Конечно, это впечатления устаревшие, я играл аж в восемнадцатом или девятнадцатом году, но пока других не имею. Справедливости ради стоит отметить, что, наверное, я немного предвзят, потому что для меня каноничный опыт Life is Strange это ролплей 18-летней девушки, и именно этого от второй части мне и хотелось. Но, увы, меня сделали не только парнем, так еще и мексиканом. Хотя, опять же, никаких проблем с исполнением роли мужика в интерактивном кино и прочих сюжетно-центричных играх я не испытываю. Мне нравится первый сезон Ходячих, Блэк Сэт, Вулф Эмон Газ, Эс Даск Фоллс, Род 96, Жизни страдания Сера Бранта и т.д. С другой стороны, негативные эмоции это тоже эмоции. Желание вывалить историю про братьев мексиканцев в помоях, которого у меня пока что нет, с точки зрения контентмейкинга лучше, чем полнейшая апатия, которую я испытываю ко второму кандидату на разбор в одном из моих видео. Не менее масштабная часть моих подписчиков — люди, пришедшие после видео по Сноут Гейму. С этим проектом у меня, так сказать, сугубо профессиональные отношения. Все, что я про него думаю, я обозначил в ролике. Если не видели, можете посмотреть. Там на самом-то деле ничего супер негативного и не было высказано. Вероятно, из-за того, что я изначально подходил к своему ознакомлению с новеллой как к сугубо корыстному предприятию, призванному поддержать активность на выстрелившем видео про гудбай волки и на хай, что, надо сказать, было исполнено на 5 с плюсом. Мною было утеряно все потенциальное удовольствие от прохождения. Несмотря на мой не совсем конвенциональный опыт с Маноном и Фэнг, я не был сильно удивлен, когда люди в комментариях писали, что чуть ли не плакали на разных концовках. Действительно, кому-то Сноут Гейм запал в душу. И, наверное, поэтому некоторые спрашивали, буду ли я делать видео по следующему проекту Кейв Манон, а его не Хак Зет Гейтер. Ответ довольно простой — скорее всего, нет. Во-первых, банально не имею абсолютно никакого интереса. Изначальный сеттинг про антропоморфных динозавров меня не привлекал даже в провальном Вулкана Хай, а на Сноут Гейме успел уже немного поднадоесть. Никакого поражающего воображения или хотя бы апеллирующего лично ко мне стиля у команды фарчанеров в их дебютном проекте я не наблюдал. А визуальных новелл как про инвалидов, так и просто про лавстори или что угодно другое — на рынке очень много. С более интересной картинкой, с более интригующим синопсисом и более приятным слогом. Это я про оригинал, перевода не видел. Во-вторых, потому что психологического эффекта, золотой лихорадки, что подгонял меня в случае со Сноут Геймом, тут точно не будет. Вторая игра фарчанеров и близко не поднимала аналогичного хайпа, что и первая. Помимо этого, релиз Вулкана Хай был год назад и инфоповод более чем мёртв. Хотя, признаюсь, когда в Сноута играл бабай на стриме, прирост просмотров на своих видосах по теме почувствовал даже мой канал. Я бы с радостью прокомментировал впечатления Бепса от Сноут Гейма, но, увы, я сам ничего уже не помню про игру, поэтому сложно говорить что-то определённое. Насколько мне известно, мой материал является наиболее репрезентативным относительно содержания и качества игры на русскоязычном ютубе, так уж точно, и я из прошлого гарантированно более компетентен в этом вопросе, чем я из текущего. Так что, если не видели, можете посмотреть. Немножко отрываясь от тематики контент-плана, расскажу, почему я вообще решил появиться в кадре. Строго говоря, решение тут заключалось лишь в том, когда именно потратить шекель на оборудование и время на ресерч. Читай, воткнуть камеру со светом и разобраться с возможными углами композиции. Не буду отрицать, не менее важно было определиться с тем, а готов ли я вообще так инвестироваться в ютуб, морально и материально. Как видите, решение было принято в пользу положительного ответа, и вот мы здесь. С концептуальной же стороной вопроса, сомнений я никогда не испытывал. Появление автора в кадре, особенно в нише, которую я хочу занять, изменение позитивное. В начале ролика мною было дано ясно понять, что канал Ageforged задумывается как авторский проект, где ваш покорный слуга, будь на то его воля, может нести абсолютно любой оторванный от реальности бред, на любую интересующую его тему. Идеальной целевой аудитории должно быть важно не то, про что видосики, а то, кто их создает. Если у меня получится собрать на этом аудиторию, отлично, такой подход сулит кучу разных бенефитов. Главная из них – защита от выгорания. Неполная, сложно гарантировать, что однажды мне вообще все не надоест, но очень надежная. Заключается она в возможности сменить тематическую направленность и жанр контента при первом же желании. Не радикально, очень маловероятно, что я в один прекрасный день стану просто другой личностью с другими интересами, но тем не менее. В таком случае предполагается, что ядро аудитории последует вслед за мной. Возвращаясь к моему изначальному тезису о том, что концепция моего канала предполагает торговлю ебалом в прямом смысле этого выражения. Все довольно очевидно. Люди любят смотреть на других людей. Я люблю смотреть на своих топ-тир блогеров. Собственно, то, что большое их количество утилизирует такой подход, тоже повлияло и на мое решение персонально залезть в кадр. В конце концов, контент, построенный вокруг личности автора, невероятно должен бы включать персоналию автора не только в качестве закадрового голоса, но и более явного физического проявления. Это довольно эффективный способ продвижения собственного бренда. Хотя не могу не упомянуть, что далеко не все из уважаемых мною деятелей ютуба следуют этому принципу. Например, Пост Россия, Лисичка Таггард, Джейкс канала Брайтсан Филмс и автор канала Golden Gunpowder, в кадре не появляются за совсем уж редким исключением, и то не все. Также не будет надобности морочить себе голову с монтажом. По крайней мере до такой же степени, что и раньше. Начиная с ролика по Snoot Game, мне приходилось изворачиваться и добавлять геймплей каких-то левых игр, не имеющих прямого отношения к предмету дискуссии. Зачем вам смотреть на паркур в Майнкрафте, если речь про небинарных динозавров? Я честно не знаю. Зато я знаю, что невозможно физически высидеть час хронометража, втыкая на игровой процесс, мать ее визуальной новеллы. Однако искать мемы-истоки занятие слишком трудозатратное. Чтобы вы понимали, даже в таком формате у меня в среднем уходит по одному часу работы на одну минуту фактического объема видео. И это если не нужно делать какие-то анимации с движением объектов. Тогда работа в премьере даже на моем не самом плохом компьютере превращается в сущий ад. Здесь, кстати, я действительно могу поблагодарить великого славянского дучи Бабая за его ролик, как стать ютубером. Там он показал фирменный бабаевский воркфлоу в DaVinci Resolve, частично переняв который, я ускорил свою работу процентов на 50. Но даже так склеивание полторачасовой эсэшки по Life is Strange заняло две недели, почти каждый день из которых я сидел по 8 часов минимум за этим делом. Теперь же, когда у меня будет базовый видеоряд с говорящей головой, этот процесс ускорится, и в роликах больше не будет инородного геймплея. Который, кстати, тоже нужно было обрабатывать, прежде чем он становился юзабельным для монтирования. В заключении этого блока скажу, что композиция, мой фон, мое положение в кадре со временем скорее всего поменяются на что-то более приятное глазу, но пока загадывать на будущее не будем. Да, вне сценария, который уже написан, просто от себя скажу, что да, очевидно, то что стул скрипит, вероятно он скрипит, больше скрипеть не будет. То, что в начале очень шумел аквариум, если вы это слышали, если это не смог выпилить, теперь не шумит, да, тоже пофиксится. То, что у меня выглядывал здесь столик, это то, что синюю балду, так-то видно было. Все это, да, очевидно, недоработки, которые будут исправлены, когда я научусь это все выставлять более-менее и более буду адаптирован для работы в кадре, да. А пока у меня, ну не сказал бы, что боязнь камеры, я все-таки сидел, записывал голос свой для всего вот этого, более-менее привык, и поэтому я читаю с телепромтера относительно неплохо, относительно того, что вообще могло бы быть, если бы я вообще не имел никакого опыта. Ну, да, вернемся обратно ко всему тому, что я вам там понаписывал. Дочитаем, скажем так. Возвращаясь к теме Life is Strange. Показали нам в начале лета, 9 июня, Double Exposure. Забавно, что, как мне показалось, новая часть является ярким подтверждением моей мысли о том, что с каждой новой итерацией Лис, графика в ней все больше становится похожа на дорогое анимированное порно. Похожа на дорогое анимированное порно. В первой части это слабо относится, ко второй тоже, а вот третья и то, что мы увидели в трейлере четвертой, сразу вспоминается канал на ютубе с короткими анимациями, где секция комментариев под каждым роликом состоит из вариаций на тему, а знаете, на что это похоже? Тем не менее, мне графен нравится. По доступным кускам геймплея видно, чтоб визуальный дизайн True Colors и некоторые другие решения перенесли сюда. В частности, цветовая палитра очень насыщенная и обволакивающая. Нет больше серого месива и пересветов из первых двух номерных игр серии. И, честно говоря, слава богу. Зато дурацкая гиперболизированная мимика из третьей части и вроде бы ремастеров тут тоже есть. Все скалят зубы как волки. А вот новая внешность Максин мне нравится. Внешне она выглядит серьезно постарше, что, кстати, проявляется и в поведении. Разработчики поделились 20-минутным геймплейным роликом, из которого можно много чего узнать о характере грядущей игры и ее отношении к оригиналу. Макс Колфилд образца 24-го года, как не удивительно, во многом похожа на Хлою. Душу прайс как будто запихнули в Максин, отчего последняя явно приобрела уверенности в себе, задорность и, вероятно, даже некоторые манеризмы подруги. Несмотря на это, я всем сердцем надеюсь, что Хлои в игре не будет, а если ее и ведут, то хотя бы просто в качестве непродолжительного камео. Double Exposure, на мой взгляд, должна базироваться на наследии первой части, но избегать вторичности. И, если ей это не удастся, ее, к сожалению, фанаты за это не разнесут в пух и прах. Уж слишком сложно такой аудитории устоять перед фан-сервисом, который, кстати, частично видно уже сейчас. Например, свои новые суперсилы Макс, вероятно, получит так же, как и в первой части, сделав фотографию. После чего, не поверите, у нее загадочным образом умрет подруга. Не Хлоя, уже другая. В принципе, пока что рано бить тревогу, но вот если вокруг подобных реверансов в сторону первой части будет построена вся игра, то как бы девелоперы не забыли добавить оригинальные цены, ностинности. Знаете ли, не хочется вместо нового интересного экспириенса получить, что называется, те же яйца, только в профиль. Из приятного Дек Найн пообещали отнестись с уважением к выбору игроков из первой части. Это значит, что, как во второй и третьей играх серии, нам предложат выбрать нашу концовку истории Макса и Хлои. И с учетом этого будет развиваться новый сюжет. Из этого, кстати, следует, что Хлою должны оставить в покой. Не абсурдного количества фан-сервиса с ней, скорее всего, не будет. Банальный ресурсов не напасешься делать две слишком отличающихся конвы повествования с поправкой на бунтующего панка. А вот то, что игру отдали на откуп Дек Найн, вызывает справедливые опасения. Before the Storm и третий Life is Strange все-таки не совсем того же поля ягоды. Dontnod, работавшие над первой и второй номерными играми серии, явно имеют свой фирменный почерк и ощущение от погружения в повествование, выстроенное французами, получается совершенно иное. Что бы я ранее не говорил про Лиз 2, но даже на ней я слезинку пускал. Чего, к сожалению, совершенно не могу сказать про вторичные Before the Storm и пластиковый True Colors. И это мы еще упускаем тот факт, что Дек Найн совершенно не умеют или не хотят в масштаб. По крайней мере, в рамках обсуждаемой франшизы. У этого есть свои плюсы, но, например, Life is Strange 2 мне запомнилась в том числе из-за действительно неплохого исполнения концепции Road Movie и всего этому сопутствующего. Благодаря этому история братьев Диас ощущается масштабной. Не только с точки зрения сугубо размера, но и высоты ставок. В конце концов, они в бегах от полиции, постоянно скрываются, учатся преодолевать постоянно возникающие трудности, знакомятся с принципиально разными людьми, посещают самые разные места в самые разные времена года, ощущают огромную гамму разных эмоций. В то время как игры Deck Nine в этом плане являются натуральным копанием в песочнице. Также у меня есть такое ощущение, что Dontnod куда более эффективно заставляет работать в игроке чувство эмпатии. Я до сих пор считаю, что ни одна из последующих игр серии не приблизилась ни на йоту к эпизоду с Хлоей Колясочницей по уровню драмы и слезовыжимательности. Причем, очевидно, что это заслуга ни одного конкретного момента, а и всего предшествующего ему сетапа. Короче, не хочу быть паникером и пессимистом, но я немного переживаю за Double Exposure. Выходит она 29 октября 2024 года. Да, через четыре дня после колды, за один день до нового Dragon Age в самое конкурентное время года на рынке видеоигр. Под Хэллоуин. Решение неоднозначное. Колда еще ладно, но с Dragon Age там по идее колоссальное пересечение аудиторий. Зачем выпускать игру в гроб? Не совсем очевидно. Вероятно, Square Enix сделали ставку на узнаваемость образа Макс и решили, что с ней у них есть шансы на некую конкуренцию. Вот мы и узнаем. Я гарантированно сделаю обзор, можете даже не сомневаться. Мне самому жутко интересно, что там за игра. К сожалению, не могу обещать оперативность. У меня в этом году магистратура в другом вузе и там предполагаемо придется действительно учиться. Но где наша не пропадала. За всем прощаюсь, ждите новых роликов, они будут. Всем удачи и пока. Блять. Ебучий скрипучий стул.